Мы должны обратиться к Владимиру Владимировичу и сказать, что мы готовы, мы готовы записываться в добровольцы, мы готовы идти к военкоматам, мы готовы забирать оружие и отправляться на фронт. Мы готовы, мы готовы, Владимир Владимирович, мы готовы, Владимир Владимирович, только приказ, мы ждем, не дождемся вашего фаза. Родина, свобода, Путин! Родина, свобода, Путин! Владимир Владимирович, только приказ. Мы ждем, не дождемся вашего фаза. Я считаю, что можно, конечно, еще очень долго порядок голубых песок. Но страна, из которой добровольцы едут воевать, добровольцы пока едут воевать. Причем есть место, где они могут воевать, где им выдают оружие, где они получают боеприпасы, где они становятся в строй, но это уже воюющие страны. В сети появилось видео, на котором насмотревшиеся Киселева боевики Новой Дроссии в рождественском поздравлении обещают уничтожить весь мир. На радость людям, на смерть врагам, с Рождеством, с Новороссией. Враг будет разбит, победа будет за нами. А если мы будем проигрывать, мы уничтожим весь мир. Служба безопасности Украины опубликовала очередную аудиозапись, в которой боевик с позывным «Круглый» докладывает главе стахановских казаков ЛНР Павлу Дремову в обстреле города Золотое Луганской области. «Круглый» сообщает, что боевики ведут огонь по домам мирных жителей в городе Золотое, что есть жертвы среди местного населения и разрушены 4 жилых дома. Товарищ генерал-майор, БМ-ки отработали точно по цели. Минометы хуярят, блядь, по мирным жителям, прям по домам пиздуют. Куда их хуярят? По золотом. Минометы? Да. Наши минометы работают по золотом. Сейчас засыпаем еще, давай. Кто сошел? Алло, батя? Да. Мы минометами похуярили мирных, блядь. Ёбанас. Сколько? Я не знаю, 4 дома расхуярило. Ты чё? БМ-ки отработали, блядь, по красоте вообще, блядь. Минометы... Русь, закрой! Все, понял. За Новороссию! Ура, Новороссии! Мы минометами похуярили мирных, блядь. Мы за Новороссию, потому что мы за Новую Русь, за русский народ, на который сегодня идет нападение. Минометы хуярят, блядь, по мирным жителям, прям по домам пиздуют. Россия оккупирована, Новороссию ведет войну с оккупантами. Оккупанты – это и киевская хунта, и московская олигархия. В этом есть противоречие. Минометы... Русь, закрой! Если вы, те, кто будет следить за этим на улице, в интернете, сочтете, что где-то наша позиция недостаточно выверенная, что надо нас поправить, то не сидите в тишине, не отмалчивайтесь. Выходите на связь, подключайтесь к сегментной работе и начинайте оказывать свое давление, в том числе и на нас. Каждые выходные на вернисаже в Измайлово собираются тысячи увлеченных коллекционированием. Они толкутся в рядах, изобилующих редкими или просто интересными вещицами. Откуда медальки живо интересуются покупатели? Оттуда многозначительно поднимает палец в небо продавец. Берем без торга, осталось три комплекта. Каждый по полторы тысячи рублей с удостоверением. Вписываем в него фамилию и можно внукам рассказывать, как в 2014 году мочил в котле укропов. Минометы... Русь, закрой! Подобные медали свободно продаются и в интернет-магазине. Там выбор довольно большой. За медаль за возвращение Крыма просят 395 рублей. За Георгиевский крест ДНР – 499 рублей. А за медаль за оборону Славянска – 699. Да, мы действительно продаем медали на Воедроссии вместе с удостоверением, но без печати, пояснила продавец. Вы можете получить их с курьером или сами подъехать на склад в Подмосковное Жостово. Такие медали совершенно подлинные. Они заказываются на заводе, где их закупают сами командиры. Известно, что террорист Гиркин также награждал своих боевиков георгиевскими крестами ДНР. Вова Путин заранее наштамповал медалек, а они не пригодились. Чтоб зря не пропадали, пустили на продажу. Минская артиллерия наносит удары по городу. Погиб один мирный житель, есть раненые. В Бельгию сегодня потрясла новость. Предотвращен масштабный теракт. В Францию захлестнула волна кибератак. Сегодня вся Франция вновь была взбудоражена захватом заложников. В ночью в Петровском, в районе столицы провозглашенной ДНР, были убиты 4 мирных жителя. У девочки осколочные ранения, на мальчика просто нельзя смотреть без слез. Малыш почти ослеп, у него нет ног и правой руки. Перманентная жуть о происходящем в Украине гонится с единственной целью. Закрепление ассоциативной связки, вынос режима равняется гражданская война, равняется бомбежке и смерти. А раз вы, собачки Павлова, этого не хотите, то сидите на своих попах ровно и терпите. Журношлюхи осуществляют банальное классическое научение. И жертвы их зомбинга представляют собой не что иное, как самых настоящих собачек Павлова. Помимо удержания внимания жутью, введения в тревожное состояние для подавления логики, накачки статусности и лучшестью, СМИ Путина полностью ассоциируют себя с незаконными вооруженными формированиями в Украине. То есть согласно ООН и международному праву, с террористами. Журношлюхи режима, восхваление терроризма и укрепление связки вынос Путина равняется война и убийство. Каждый день зарабатывают себе и своей родне все большие сроки и все более жесткое наказание, которое все они неизбежно получат после выноса режима Путина. Бывший ворюга МММщик, нынче террорист и убийца Денис Капушилин сделал вот такое заявление. Это произошло в районе Волновахи, вблизи поселка Бугас. Украинский блокпост, это украинская подконтрольная территория. Значит, по данным 10 погибших, 13 раненых. Непосредственно украинская сторона попыталась обвинить нашу сторону. Я склонен думать, что это все же провокация со стороны Киева. Прослушайте еще раз. Я склонен думать, что это все же провокация со стороны Киева. А теперь сравните с вот этим. Кто сбил Боинг, я откровенно говоря не знаю, поскольку я руководил боевыми действиями. И заниматься расследованием у меня просто не было времени. Ровно то же самое. Я склонен думать. Я откровенно говоря не знаю. А именно, заученное из детства стремление говорить правду. Работает даже в случае психопата Гиркина с полностью атрофированной эмоциональной системой. Эти двое банально не могут произнести прямую ложь. Они заявляют, что они не знают. То есть они в своем сознании рассматривают вероятность того, что как сбитие Боинга, так и подрыв автобуса могли совершить они сами. То есть путинские террористы психологически не могут заявить, что они этого не делали. Иными словами, снова отсутствие отрицания обвинения. А в данном контексте полное признание. Я склонен думать, что это все же провокация со стороны Киева. А вот что заявляет пособник террористов самозваный путинский министр Лавров. Есть уже оценки, я не буду сейчас них даваться, которые показывают наличие нескольких версий произошедшего. И этот туда же тоже не может заявить, что его любимые террористы невиновны. Но в них надо тщательно разобраться, прежде чем показывать на кого-нибудь пальцем, как наши западные и украинские коллеги любят делать. А журношлюхи Путина, разумеется, ничем подобным не занимаются. Мы твердо рассчитываем, что именно объективное, беспристрастное расследование будет иметь место. Мы твердо рассчитываем. Резкое движение корпуса назад. Невербальное бегство. Прямое противоречие с позитивными словами. Обращайте внимание на резкое движение головы или корпуса назад, прочь в сторону от вас, когда человек делает какое-то значимое заявление. Особенно это касается утверждения о намерении. Когда человек заявляет, что он что-то будет делать или что что-то надо сделать, а его голову или корпус при этом резко бросает назад, то это говорит о том, что здесь либо отсутствует уверенность, либо человек попросту врет. Мы твердо рассчитываем. Единственное, на что рассчитывает террорист Лавров, это на вранье. Только оно ему не поможет. В том, что врать Лавров не умеет. Киселевский «Второй канал» выдал в эфир липовую пострадавшую при обстреле автобуса под Волновахой с целью опровержения вины боевиков в гибели 12 мирных граждан. Удар пошел в голову, вот оно все в крови. Снежана Карпека, ранение получила под Волновахой. Женщины с таким именем и фамилией нет в обнародованных списках пострадавших. Более того, так называемая пострадавшая при обстреле автобуса дает комментарии в квартире, тогда как реальные пострадавшие находятся в больнице. На липовом видео говорится, что автобус пострадал из-за подрыва противопехотной мины. Это была противопехотная сколочная мина, именно МОН-50, возможно, направленного действия. И в том же сюжете так называемый эксперт заявляет, что складывается впечатление, как будто кто-то из пулемета расстрелял автобус. Ну, если так грубо говорить, как будто бы кто-то с пулемета его расстрелял. Согласовывать версии – это еще зачем? Чем больше информационного шума, тем больше выносит мозг. Поэтому пособникам режима совершенно плевать, какой корм для выдавать в эфир. Координатор группы «Информационное сопротивление» Дмитрий Тымчук заявил, что маршрутку с мирными жителями под Волновахой расстреляли абсолютно неадекватные боевики. Тымчук говорит, в маршрутку стреляли артиллеристы из тактической группы боевиков, которая действует в районе Докучаевска. Они перед этим произвели на нашей позиции несколько фактически самоубийственных атак, после чего обвинили своего командира в том, что он командовал в состоянии алкогольного опьянения. Это тактическая группа, сброд, непонятно откуда набранный. Они абсолютно неадекватны были и до этого. У них открытие бессистемного артиллерийского огня было нормой. Я не верю, что это была специальная провокация, как сообщают наши госструктуры. Они на этот блокпост давно целились, но поскольку у их артиллеристов руки из одного места растут, то они никогда по нему не попадали. А тут наконец попали, и как раз в тот момент, когда там находился гражданский транспорт. Успешно отмазав, как ей показалось, убийц мирных граждан, журношлюшка Первого канала принялась заряжать непобедимостью. Будет разработан новый план обороны страны. Вот только от кого собралось защищаться? Вот Соединенные Штаты наши, наши друзья американские. Друзья? Они генерируют? Друзья. Ну, конечно, у нас все друзья. У Путина все друзья исходятся в припадках ненависти к украинцам. В эфир снова запущена тема о лучшести и незаменимости в Вовочке Путина. Большинство жителей России доверяют нынешнему руководству страны. Если бы президентские выборы состоялись в ближайшее воскресенье, за Владимира Путина проголосовал бы 71% респондентов. Лживое социальное доказательство пускается в эфир с единственной целью. Заставить людей сидеть на попах ровно. Чтобы обдолбанные зрители этих зомбопомоев думали, что все вокруг действительно несказанно счастливы тем, что вытворяют у Вова Путина его бандитское кодло. В ситуации неопределенности человеку свойственно обращать внимание на то, что в этот момент делают другие. Это и есть социальное доказательство правильности поступка в ситуации неопределенности. Зомбошлюхи не говорят вам правду. Эти цифири ни с какими рейтингами не имеют вообще ничего общего. Это выдуманная хрень, такая же, как и баллы Путина на выборах. 69% населения сейчас считают, что мы живем в передовой стране. 66% что даже в богатой и 73% что в свободной. А между тем террористы Донбасса продолжают веселье. В Донецке джип с боевиками сепаратистского батальона «Кальмиус» с движением на красный свет протаранил автобус с сотрудниками предприятия «Укрсплав». Трагедия произошла 15 января. По предварительной информации известно как минимум об одном погибшем. Еще 9 человек ранены, в том числе 5 тяжело. Еще один путинец заработал себе срок по 205. Путинский быдло-актер Алексей Шевченков, звезда таких россиянских фильмов, как «Ворошиловский стрелок», «Грозовые ворота», «Горюнов» и «Иуда», нанес визит террористам-наемникам, которые временно контролируют часть нового терминала Донецкого аэропорта. Задержанная террористка-снайперша ДНРи с погонялом экстази призналась в совершенных убийствах украинских военнослужащих в составе банды под командованием братьев Тирских, военнослужащих полка ВДВ из Рязани. Создание незаконных вооруженных формирований с целью расчленения на части любой страны – это определение международного терроризма. И не мы это придумали. Минометы хуярят, блядь, по мирным жителям, прям по домам пиздует. Бандитствующие, больные, наголову выродки, палящие из минометов по домам гражданских – это никакие не русские ополченцы, это убийцы. Мы минометами похуярили мирных, блядь, ебанаши. Я не знаю, 4 дома расхуяривали. Это абсолютно очевидно, потому как даже из утюгов дорогих россиян 24 часа в сутки льется пропаганда войны, и абсолютно вся так называемая власть Ирефии совершенно открыто поддерживает вооруженных бандитов на востоке Украины. Это даже не говоря о поставках им тяжелого вооружения. Жидотеррорист-психопат Гиркин продолжает требовать все новой крови славян. Бодрящейся безнаказанностью международный террорист Гиркин заявил, что боевики в любой момент готовы задействовать высокоточный тактический ракетный комплекс «Точка-У». Также Гиркин добавил, война неизбежна, худой мир просто невозможен иным путем, кроме как полной капитуляции с такими последствиями, которые будут хуже самой доброй войны. Проще говоря, капитуляция станет прологом к новому витку внутриполитической нестабильности с высочайшей вероятностью распада Российской Федерации. Тем временем ситуация вокруг Донецкого аэропорта накалена до предела. Террористы не только обстреливают киборгов из артиллерии, но и применяют тяжелую бронетехнику. Представитель штаба украинских военных Роман Туровец сообщил, что с 14 на 15 января боевики совершили 129 обстрелов украинских позиций. В новый терминал намеревались заехать представители АБСЕ, но непонятно, как они это осуществлят под плотным обстрелом террористов. Не исключен сценарий с заездом в терминал АБСЕ и одновременным штурмом, когда киборги не смогут вести огонь на поражение по прикрывающимся международной комиссии террористам. Пособница оккупантов России Ситтель в очередной раз протрубила о взятии аэропорта террористами. Аэропорт Донецка. Сегодня его покинул последний украинский солдат. Аэропорт освободили через 7 месяцев после захвата. Однако на Ютубе появилось видео, в котором в перерыве между боями защитники аэропорта Донецка играют в футбол. Киборги играет в футбол. Съемка на первом этаже нового терминала, по словам волонтера, сделана во второй половине дня, 16 января. Оконченная армия путинских дегенератов не желает понимать вообще ничего. Единственное, чем может заниматься путинская армия в кавычках, это предательством России. В результате последнего штурма 15 января в аэропорту Донецка навечно заблудили 73 псковских десантника. Еще 61 надорвали здоровье. Новое массовое убийство гражданских на Донбассе. Как зачем? Чтобы забыли старое. Путинская шваль из телеящика отрывается на всю катушку. Еще одна страшная трагедия. В ходе артобстрела Ленинского района города несколько снарядов попали в остановку общественного транспорта, который в этот момент как раз подъехал троллейбус. Погибли 13 человек. Автомобиль Рено, в нем сгорел водитель, тело до сих пор находится здесь. Вова продолжает оказывать горячий прием всем желающим стать частью его святой империи. Его борта пробиты рваными дырами. Это осколки, по всей видимости, от мины. И на остановке лежат тела погибших. В самом троллейбусе несколько человек. Это куча трупов. Люди орали, тут все кричало. Страшно очень было. Страшно. Очень жалко детей, людей все. Справедливость лежит через стихию массового насилия. Ну, немыслимо так нам издеваться. Тела погибших в самом... Путинские журналисты гарантируют десятикратное снижение детских самоубийств при регулярном просмотре вечерней расчлененки. Осколочные ранения. То, что здесь произошло, конечно, шокирует само по себе. Все окна здесь выбитые по всей видимости взрывной волной и осколками. Рейс и... Путинский Минздрав рекомендует вечерние новости к просмотру детям до 6 лет. Несколько человек погибли. Эмоции людей, которые находились здесь. Девушка молодая. Два грудных... Два проникающих грудь. Бок. Оторвана кисть. Бедерная часть. Куски. Молодой человек полностью предплечье разорванное. Девочка здесь лежала. Поле ларька. Рука оторвана. Бок разорванный. Обстрелян был весь район. Не только остановка общественного транспорта. Вы еще не хотите убить всех, кого прикажет Вова Путин? Тогда Кисель-ТВ идет к вам. Хотим ли мы мести и готовы ли мы ей удовлетвориться? Артиллерийский обстрел со стороны украинских позиций. Полченцы привезли одного из взятых в плен украинских военных. Че ты приехал? Сразу бросается в глаза культура и духовность. Мести слишком мало для нас. Потому что они тварины. Нам нужно больше. Каждого на цепь, грудник, уголь, что угодно. До конца войны пускай сидят. Если мы просмотрим репортажи второго канала за 22 января, то мы увидим следующее. 10.13. Обстрел вели из микроавтобуса с применением минометов. 11.10. Остановка действительно была обстреляна из минометов. Потому что местный житель сообщил корреспонденту Вестей, что слышал порядка пяти выстрелов, похожих на минометные. 12.03. Задержана диверсионная группа. 13.14. Говорить о задержании диверсантов пока рано. 14.38. Местный житель – это упившийся водярой бомж, бредящий непонятную галиматью. На самом деле обстрел вели из гаубиц. Террористы отвечают. Ну, во-первых, это был не миномет, да, это был артиллерийский снаряд. Это чтобы развеять все мифы. 15.53. Это были не диверсанты, заявил террорист Захарченко. Это была украинская артиллерия, которая вела огонь со стороны Авдеевки. Там артиллерийские снаряды. Явно повреждения даже нашли. То есть это не мин. Однако после всего этого корреспонденты вестей продолжают выдавать репортажи, в которых сообщают, что обстрел велся из минометов, а не из гаубиц. Можно фактически сказать наверняка, что это была мина. Ну, то есть это не мины. Там была позиция диверсантов, они уже выяснили, где примерно стояли минометы, и туда выехала разведгруппа ополчения. Ну, то есть это не мины. Максимальная дальность стрельбы из миномета составляет от 2,5 до 10 километров. Дальность стрельбы минометов, находящихся на вооружении украинской армии, составляет до 8 километров. При этом ближайшее место, где расположены украинские военные, это Пески. Расстояние по прямой от остановки до поселка Пески превышает 15 километров. Вот на этом кадре из видео показано место попадания мины. На последующих скриншотах показано направление удара с привязкой к карте. Направление на экране телефона 139 градусов. Однако телефон расположен не совсем параллельно направлению выстрела. Даже учитывая эту погрешность, направление выстрела оказывается одинаковым. Из фотографии видно, что стреляли из 82-мм миномета, потому как размер отверстия меньше размера телефона. Высота айфона 12,5 сантиметров. Местные жители утверждают, что обстрелы ведутся непосредственно из города. Очевидно, что украинская армия с позицией в населенном пункте Пески не могла бы достать остановку, расстояние до которой почти в два раза превышает максимальную дальность минометов, стоящих на вооружении украинской армии. Не менее нелепым выглядит и предположение о диверсионной группе, которая сумела провести миномет через все блокпосты и весь город, наводненный террористами. Никаких доказательств существования в Донецке украинских диверсионных групп с минометами никто ни разу привести не смог. Зато доказательства работы в городе кочующих минометов-сепаратистов есть. Они выложили его в интернет сами. Огонь по позиции противника ведется из автоматического миномета Василёк, калибра 82 мм. Разработка данного орудия начата в 1967 году на базе автоматического миномета F-82, принят на вооружение в 1970 году. Миномет «Василёк» заряжают кассетными боеприпасами. В кассету помещают 4 мины. Миномет имеет два режима стрельбы – одиночный и автоматический. Время перевода из боевого положения в походное и обратно – полторы минуты. Практическая скорострельность выстрела в минуту – 100-120. Тип мины – осколочная дымовая осветительная. Радиус действительного поражения – 18 метров. При разрыве мина дает от 400 до 600 осколков. Минимальная дальность навесной стрельбы составляет 800 метров. Максимальная дальность стрельбы – 4270 метров. Путинские журналисты показали, как Донецкий аэропорт штурмует россиянская морская пехота. Ожесточённые бои за новый терминал – последний объект, который удерживали украинские силовики. Длились 4 дня. Бойцы вооружённых сил ДНР. Этим палево не ограничилось. Батальон «Спарта» отбил атаку и перешёл в контрнаступление. Был отдан приказ и нашим войскам, в смысле нашим подразделениям. В смысле войскам, а не подразделениям. В смысле нашим подразделениям. На стенах свежие надписи, название подразделения, эмблема, позывной и самый известный лозунг. Так называемый батальон воюет за предательское ВДВ, которое там подохло ради неприкосновенности яхта Брамовича и Ицвиксельберга. Обороняли новый терминал аэропорта военнослужащих вооружённых сил Украины, добровольцы и боевики правого сектора. Зачистили аэропорт. Очень часто промахиваются, попадают не только по территории аэропорта, но и по кварталам Донецка, которые прилегают к территории аэровокзального комплекса. Кварталы Донецка прилегают к территории аэровокзального комплекса и поэтому тупые укропы промахиваются по жилым районам. Из Донецкого аэропорта киберга вышибли. Пять дней спустя. Аэропорт Донецка, там этим утром резко осложнилась ситуация. Сейчас идут тяжёлые бои. В штабе ДНР уже заявили, что ополченцы понесли значительные потери. В реальности от так называемого аэропорта осталось лишь несколько разрушенных зданий и огромное открытое пространство. Украинские военные продолжают удерживать метеостанцию, пожарную часть, прилегающие территории к диспетчерской башне и взлёт на посадочную полосу. Даже разрушив старый и новый терминал, террористы не в состоянии полностью захватить аэропорт. Новый терминал Донецкого аэропорта – это самая горячая точка и постоянный генератор новостей. Там обороняется небольшая группа украинских военных. Они держат совсем небольшую территорию, место, в котором ещё можно укрыться от снайперов. Все остальные помещения огромного терминала, около 50 тысяч квадратных метров, ничейные. Боевики могут свободно гулять по некоторым территориям в новом терминале, особенно по разрушенной восточной части, и приглашать туда съёмочные группы российских телеканалов. Оборонять весь терминал физически невозможно. Он хорошо простреливается снайперами и танками. Ни одна сторона не может его контролировать. Подобная ситуация напоминает знаменитый дом Павлова в Сталинграде. Там тоже был слоёный пирог. На одном этаже – бойцы Красной армии, на следующем – немцы. Потом опять Советы, потом опять немцы. В новом терминале находятся от 20 до 100 украинских солдат. Больше войск в терминале не спрячешь. Они превратятся в лёгкие мишени для снайперов. Ситуация в других объектах, находящихся на территории аэропорта, постоянно меняется. Но и там, ввиду небольшой площади укрытия, обороняются небольшие группы украинских солдат. Но участие в боях принимает гораздо большее количество войск. По несколько тысяч с каждой стороны. С десятками танков, РСЗО, миномётов и артиллерийских орудий. Штурм и зачистка помещений – занятие очень рискованное. Плановые потери атакующих от 10 убитых на одного уничтоженного противника. Штурмовая пехота – это расходный материал. Поэтому российское командование гонит на аэропорт самых неадекватных бойцов так называемого ополчения. Среди них есть как жители Донбасса, так и наёмники из России. Часто используются чеченцы и штрафники – те ополченцы, которых нужно утилизировать. Кроме самых отмороженных, в бой посылают и обычных бойцов. Для ведения постоянных штурмов нужно много пехоты. Небольшое количество элитных подразделений российской пехоты для штурма применялось ещё в сентябре-октябре. Под прикрытием крупных подразделений боевиков они пытались взять терминалы, пока те ещё не были разрушены. Для артиллерийских дуэлей и снайперской стрельбы по зданиям из танков нужны военные специалисты. Именно тут и задействуются части и подразделения регулярной российской армии. В каждой артиллерийской батарее дислоцированы в Донецке. Как минимум вычислитель и командир кадровые военные. Как максимум весь состав. Командование и координация действий самых разных подразделений тоже обеспечиваются российскими офицерами и генералами. Будем стремиться к тому, чтобы минские договорённости исполнялись. Я глубоко убеждён, что никаких нарушений международного права Россия не допустила. Главный бандит ДНР и Захарченко отбодрился взятием в плен нескольких киборгов. Я этих киборгов сегодня выгоню на то место, где погибли на остановке наши люди. И они меня пройдут по всему городу. И чтобы каждый наш житель увидел, с кем мы воюем, кто такие киборги, что они себе представляют. Друзья, вы не поверите, от них воняет так, как будто ощущение, что они 14 лет не мылись. Это оборванные какие-то бомжи. Захар несказанно горд тем, что спустя 8 месяцев ему при поддержке второй помощи в мире путинской армии удалось таки захватить в плен кучку вонючих бомжей. С ума можно и сойти, так мы уже с ума и сошли. А тем временем под аэропортом разгромили колонну с военными России. Более 20 погибших террористов и россиянских военных, десяток в плену. Несмотря на корочки от ДНР, часть террористов были жителями Дагестана и Кемеровской области. А полченцы воюют за Новороссию, как за новый проект, как за русский проект, не имеющий отношения к кремлевских манипуляторам. Пока террорист Захарченко позировал на камеру вместе с россиянскими военными, халуи режима со второго канала продолжали заверять зрителей, что их детишки тысячами мырут на непонятных учениях. И что божий помазанник царь Вова Путин тут совершенно ни при чем. В Украину идет 138-я отдельная гвардейская мотострелковая бригада, одно из соединений западного военного округа вооруженных сил Российской Федерации. Сложно сказать, как долго готовился подобный вброс, но успеет отметить, что появился он именно сейчас, когда украинская армия несет самые серьезные потери на юго-востоке своей страны. Все эти люди – футболисты Оренбургской футбольной команды «Газовик». К армии никакого отношения они не имеют. В Донбассе ни дня не воевали, все, к счастью, живы и благополучно играют в футбол. В интернете кочуют информация о готовящейся путинцами масштабной провокации с целью полномасштабного ввода войск в Украину. Представители РФ планируют скрыто доставить украинских пленных, в основном бойцов добровольческих батальонов, на территорию Украины в автомобилях очередного гуманитарного конвоя. Уже на территории Украины на конвой планируется осуществление нападения, которое якобы организовали украинские партизаны. Разумеется, несуществующие партизаны будут уничтожены. Впрочем, у расстрелянного конвоя будут оставлены тела украинских пленных с оружием. Номера которых будут соответствовать военным частям Украины, что и будет использовано как доказательство. После этого планируется широкомасштабная кампания освещения гуманитарной катастрофы на Донбассе в СМИ, в том числе международных. А расстрел российского гуманитарного конвоя, якобы осуществленный украинской стороной, сможет быть использован для официального ввода войск РФ под предлогом защиты гражданского населения. Путинский телеящик продолжает накачивать зомбозрителей ощущением лучшести и уникальности. Путинцы представили общественности боевого робота-аватара. Джеймс Кэмерон чуть не подавился пончиком. Владимир Путин смотрит на солдата армии будущего из наблюдательного пункта. Главе государства объясняют, скоро такие андроиды смогут сами ориентироваться на местности, оказывать медицинскую помощь или управлять танком. Видимо, самостоятельно передвигаться по пересеченной местности, оказывать первую медицинскую помощь и управлять транспортными средствами. Путинские живые вояки уже не в состоянии. Прокомментируйте, как вы относитесь к армии вообще. Я к армии отношусь хорошо. Армия это говно. Нахуй я сюда пошел вообще служить, блядь. Сидел бы сейчас дома в тепле, а сейчас я на севере, где, блядь, один снег на. И вот эта ебаная аппаратура. Да я тут не знаю даже, что какая кнопка значит, блядь. А меня сделали командиром. Что туда варить, блядь. Такая вот хуйня, короче. Вон еще один сидит. Вот такая вот у нас зима. Апрель, 5 часов. А у нас просто пиздец творится. А тем временем тупые американцы со своим ничем не обеспеченным долларом и президентом ниггером выдают вот такие шедевры. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА МПР, ПЦ, ФСБ отныне можно официально считать террористической организацией. Духовный скрипач Иерей Артемий из Питера убивает граждан Украины в составе банды путинских международных террористов. С начала 2015 года на Донбассе убит 781 российский военный. А у террористов Путина все кошерно. Главный следователь Бастрыкин наградил Рамзана Кадырова. Бандит и убийца Кадыркин получил из лап Бастрыкина медаль доблести-отвага, кортик и именные часы. Пока славяне молотят друг друга ради русского мира, путинский жидооккупант Абрамович купил два дома в районе Верхний Сайт Манхэттена. В 2014-м в Россиянии производство водки упало на 22%. Алкаши полностью перешли на стекломой и стабилизировались. В Москвобаде сотрудники полиции устроили часовую погоню со стрельбой за нетрезвым водителем, которым оказался их коллега-полицай, пьяный 34-летний старший лейтенант, успешно прошедший путинскую переаттестацию. В ходе погони полицейские израсходовали 43 патрона. Начальник Краснодарского отдела МВД арестован за торговлю синтетическими наркотиками. В Удмуртии верный путинец из мэрии Ижевска получил 18 лет колонии за торговлю наркотой. Скрепы не спасли. В Иркутской области зарезаны две сотрудницы почты, разносившие пенсии. На Урале сотрудница банка, взявшая кредит на убийство своего мужа, получила 2,5 года колонии. На днях свято с русский мир пришел в Волгоград. Там повесилась мать троих детей. Хабаровский край посетила гундяевская духовность. Несколько дней ребенок, выпивший уксус, страдал на глазах у пьяной матери. А теперь называем поименно экстремистов путинских, которые на этой неделе за деньги от режима разжигали ненависть, войну и лизали зады убийцам и террористам. Дима Борисов сразу же после теракта в Мариуполе выдает в эфир ложь о непричастности террористов. Сразу после случившегося украинские силовики поспешили обвинить ополченцев в атаке на город. Публичным оправданием терроризма занимается путинец Виталик Елисеев. Ополченцы отвергли свою причастность к обстрелу, заявив, что их артиллерии в том районе нет. И Рада Зейналова и Кирилл Брайнин являются сообщниками международных террористов и в воскресном эфире отмазывают массовых убийц русских людей. Власти ДНР заявляют, что это была провокация украинских силовиков. Обстрел города, официальный Киев с такой поспешностью объявил атакой ополченцев, что многим казалось, сообщение появилось чуть ли не раньше первых взрывов. Украинская армия с каждым днем только усиливает обстрелы Донецкосных. Леша Петров отмазывает военные преступления Путина с помощью видеозаписи негров, играющих в футбол. Все эти люди, футболисты, оренбуржские футбольные команды «Газовик». К армии никакого отношения они не имеют. В Донбассе ни дня не воевали, все, к счастью, живы и благоволочно играют в футбол. Говнючок с говорящей фамилией Кнырик за деньги покрывает акты военных преступлений. Это вымыслы проплаченных фриков, которые сегодня занимаются разжиганием этой ситуации, то есть взрывом этой ситуации. Ни одного доказательства, ни одного факта от этих блогеров мы с вами не видели. Корреспондент второго канала Коля Долгачев отмазывает массовых убийц, заявляя, что виновата непричастная украинская артиллерия. «Артиллерийский обстрел со стороны украинских позиций, которые базируются на территории населенного пункта Авдеевка, оттуда и били по Ленинскому району». Список врагов народа на этой неделе пополнили. «Николай Долгачев, Василий Харитонов, Геннадий Корнеев, Андрей Руденко, Олег Бондаренко». Халуй режима с первого канала Дениска Давыдов занимается тем же самым, распространяя ложь об украинских минометах и разжигая ненависть, которая приведет лишь к новым убийствам гражданских. «Подозревают украинских диверсантов, которые, как считают ДНР, действуют в городе». Одиозный русофоб Мацкявичус и его подружка Таня Ремезова несут в народ ненависть. Их ненависть замешана на лжи террористических формирований в Украине. Делают они это за деньги, с целью отвлечения внимания русского народа, как от предыдущего массового убийства в Волновахе, так и от задницы главного террориста на постсоветском пространстве Вовочки Путина. «Погибли 13 человек. Как позже сообщили в Донецком ополчении, обстрел вела батарея из контролируемой силовиками Авдеевки». Журношлюшка Катя Грачева отмазывает убийц, выдавая в эфир ложь террористов. «Ополченцы не собираются штурмовать Мариуполь. Ополченцы не ведут активных действий в районе города. Словам из-за ошибки своих критировщиков, украинские силовики не только нанесли удар по жилым кварталам Мариуполя, но и открыли огонь по собственной механизированной колонне». Юра Богданов выдает в эфир ложь с целью отмазать массовых убийц. «Нашлись очевидцы, которые заявили, что огонь ввелся из поселка Старый Крым. Его контролируют силовики». «Халуй режима Дима Кайстра занимается публичным укрывательством террористов». «Взглянем на карту Старый Крым, на которую указывают все очевидцы, как точку обстрела, в руках Нацгвардии». «Знакомьтесь, сообщник массовых убийц русских Саша Лукьянов». «Корректировщик огня, рассказ которого влёг в основу доклада главы СНБУ, говорит об российских военных, хотя в самом Мариуполе ему мало кто верит». «Вот эти криминальные разборки, убийства, там, я не знаю, что ещё, да, что может человеческий разум придумать, мне это всё скучно всегда было, всегда. И если меня называют правильной девочкой, мне приятно быть правильной девочкой». «Позволительно ли убивать журналистов?» «Казалось бы, тоже вопрос риторический, но на практике ответ неоднозначный». «Я вот считаю, что для меня это, я не умею врать, поэтому я обязательно попадусь, и мне легче говорить правду». «Селовеки продолжают обстрелы городов и сёл. Главная цель – бусто населённые кварталы, школы, больницы». «Уголовная статья, знаете ли, 282-я за разжигание религиозной и национальной розни. У нас действует». «Обычно я люблю дарить впечатление». «МВДшная сучка Катя Андреева, Таня Ремезова, Мацкявичусы и прочие телеведущие виновны в пособничестве государственным преступникам в деле незаконного удержания власти». Статья 278 УК РФ. «Они заняты публичным оправданием терроризма». Статья 205 УК РФ. «И обелением убийц русского народа». Статья 316 УК РФ. «Обеляя действия террористов и убийц, путинские журношлюхи распространяют экстремизм». Статья 280. «Халуи антирусского режима сеют рознь между славянами». Статья 282 УК РФ. «Вся их деятельность представляет собой одну перманентную государственную измену, потому что все действия путинских журналистов направлены на сохранение преступной группировки, незаконно захватившей власть в России». По 275-й статье УК РФ путинские журналисты заработали себе еще 20 лет. «Так что впереди процесс». Люди часто спрашивают, как остановить войну в Украине. Отвечаем на этот элементарнейший вопрос. Для того, чтобы остановить войну в Украине, требуется один сознательный работник правоохранительных органов Российской Федерации и один день его работы. Все.